Если нет, я приглашаю Арсения Гончакова презентовать свой проект, который называется «Район тьмы». Арсений, пожалуйста, вам слово. Да, здравствуйте. Сейчас секундочку. Я, собственно... Здравствуйте, коллеги. «Район тьмы 3.0» – это третий сезон у проекта «Богатый бэкграунд» и «Предыстория». Я позже о ней скажу. Ну, предлагаю рабочее название этого третьего сезона «Убойная школа». Это триллер с элементами драмы, нуар, молодежный, детектив, экшен. Сразу скажу, на кого рассчитан этот сериал. Я думаю, что это триллер, в принципе, это эскопический жанр, это жанр, в который хочется погружаться, чтобы уйти от реальности и там наслаждаться классной картинкой, драйвом, экшеном, какими-то сумасшедшими режиссерскими и операторскими приемами. Я хочу, чтобы этот проект был очень качественный, очень мощный. Я, в принципе, как человек, который занимается им с 2015 года, очень на него заряжен. Да, это мой опус «Магнум» и готов посвятить ему, так сказать, всю страсть, все мастерство и опыт. 8 серий по 15 минут. Это вертикально-горизонтальный формат. Для меня очень важно, чтобы это была не только горизонталка, которая увлекает зрителей, но и в ней в каждой серии были бы жесткие вертикальные кейсы. И в каждом из кейсов рассказана какая-то своя история, которая синхронизируется с молодежью. Это буллинг, это школьный абьюз, это колумбайн, это коррупция в школе, это девочка-живодерка, вебкам, все что угодно. Как бы в каждой серии есть некая тема, которая заявляется и которая раскрывается. Зло никогда не бывает меньшим, таков лаглайн, потому что нельзя выбирать меньшее зло, потому что всегда надо быть на стороне добра, как бы это ни было тяжело. Со злом нельзя заигрывать, нельзя, как в народе у нас говорят, что коготок увязнет. Вот об этом, собственно, история и первой серии всего сезона. Потому что подросток Илья ходит по дому, который находится под обстрелом бандитов и ментов одновременно. Значит, он ищет своего отца. Отец молодой, такой бывший хипстер, такой немножко неудачник, такой современный парень, но классный следователь, в сердце которого заряжено то самое, вор будет сидеть в тюрьме. Он пытался предотвратить катастрофу, трагедию, потому что тучи над районом сгущались окончательные. И он пытался бороться с тем самым злом, с харизматичным авторитетом Фаридом. У него что-то получилось, что-то не получилось, но теперь он под смертельной угрозой, и Илья его спасает. Илья сам решает при этом для себя вопрос на стороне кого, зла или добра. И, собственно, Илья человек, который заигрывал с этим злом, который ему симпатизировал, но в конце он понимает, что он должен спасать отца и должен все-таки переходить на светлую сторону. Dreamcast пока условный, конечно, нужны пробы, но Кир Никита Волков с таким честным лицом, значит, следователь. Фарид – это такое витальное зло, это такое немножко инфернальное зло, это, может быть, что-то от Бэтмена. И это Марк Эдельштейн, человек, который сейчас восходящая звезда, мы с ним знакомы с юности. Когда он еще учился в школе, я его знал. «Черное зеркало», естественно, это референс кино, которое как бы отвечает на актуальные вызовы повестки, которые о сегодняшнем дне. «Семь Дэвида Финчера» – это классический триллер, любимый шедевр. Ну и «Район тьмы», собственно, проект, который предшествовал этому проекту. История проекта достаточно богатая. Эти два сезона, 19 серий были сняты без бюджета на собственные, значит, карманные деньги. Три с половиной часа общих рон. Над проектом работали сотни человек, команды и актеры, все работали бесплатно. Мы получили несколько призов. Гордимся, вот, приз за вклад в развитие веб-сериалов на первом в России фестивале веб-сериалов. И также у нас все платформы как бы взяли этот проект. Мы денег не заработали, мы работали ради искусства, ради кино. Но приятно было, что проект, который снимался за три копейки, значит, потом вышел на всех этих платформах. Ну, также его показывали в США и также показывали в такси в Москве. Можно посмотреть серии «Все есть в сети», пару слов обо мне, как о человеке, который, я думаю, сдюрзит и сделает этот проект крутым и классным. Ну, а сейчас давайте посмотрим буквально минутный ролик. Собственно, ролик, в котором я о проекте рассказываю еще немножко. И, собственно, где показывается картинка о картинках из снятых серий. Я ночью слышала крылья. И я кричала. Мне снился кошмар. Ты что здесь делаешь? Заблудилась? Понимаешь, что так нельзя. Ты меня убиваешь. Мне сейчас проблемы не нужны. Я о смерти вообще думал? Валить тебе надо отсюда. Чем раньше, тем лучше. Я в последний раз предупреждаю, ты меня знаешь. Причем я тебя резал. Слышишь? Да. Жуть. Высшее дело сделает, сбрасываешь в пол. Нет возможности проникнуть в эти странные ощущения. Я сама себя заинтересовала. А разве сегодня нам не нужны расстрелы? Аборт еще не поздно делать? Ты надо мной что-нибудь, Гоша? Пойми. Мы должны быть виними сцелены. Все, спасибо большое. Спасибо большое, Арсений. Коллеги, есть ли вопросы к Арсению? Привет, есть. Это Митя. Скажи, пожалуйста, а зачем мы вам? Ну, в плане, ты так все показал, что это уже, тем более, третий сезон. У нас нет первых двух ваших сезонов. Они есть на других платформах. И зачем? На самом деле, нет, Митя, не все так хорошо, как кажется. На самом деле, этих серий на платформах нет. Они были, выкладывались, но они оттуда сняты, контракт истек. На самом деле, ведь у нас это была совершенно неиндустриальная история. Это была все-таки локальная история. Мы пошумели хорошо, но это было снято без денег. Это было снято с каким-то таким очень бюджетным качеством. И, собственно, третий сезон, да, если не вы, его, собственно, не будет существовать, потому что мы не сможем его снять, потому что... Поэтому, собственно, это была инди-история первых двух сезонов. Такая, мне кажется, духоподъемная, когда чуваки взяли и сняли просто сериал, потому что они тащатся. А я думаю, если ВКонтакте нас возьмет, это будет, собственно, следующая ступенька, такая большая, такой некий пит-стоп, до которого мы доберемся и сделаем индустриальный проект в полную силу, в полную мощь, чтобы порадовать миллионы фанатов еще раз и, на самом деле, заново. Поэтому проекта как такового не существует. Его делали энтузиасты, они его давно закончили. Но, по-моему, можно, может быть, как бы камбэк какой-то. Мит, хотите еще что-то уточнить? Арсений, большое вам спасибо за такую полную презентацию. Спасибо большое. Меня услышал, я надеюсь. А я хочу тоже задать вопрос. Да, Светлана, пожалуйста. У меня вопрос такой. Скажите, а вот вы говорите, что это третий сезон, а что там с правовыми составляющими? А все права, да, все права, на самом деле, принадлежат мне. То есть я режиссер, автор, шоураннер и сценарист половины серии. Поэтому в случае, если мы с кем-то начинаем отношения, то я могу передать права на первые два сезона, без проблем их даже отдать, чтобы они были размещены. Это как бы без проблем. Понятно, спасибо. Да, они не исключительно лицензии давали в площадках. Ну, показали, открутили, отдали. По большому счету он не выходил там на первом канале. Свет, мы, к сожалению, вас не слышим. Да, алло, алло, не слышно, да. Светлана, вас не слышно. Вы на Бангер, вы на эти платформы насилие? Вы знаете, на самом деле, как вы удивитесь, но нет, не носил. Вот, не носил, то есть вот вам первым принес, да. Вот, наверное, если вы не возьмете, наверное, понесу. Но просто вот, так сказать, простор вот это обозвательное, она, ну, смотивировала нас написать, погрузиться. Там месяц я работал и написал огромную экспликацию на 15 листов. Поэтому, по большому счету, нет, не вот, чтобы я там бегал с ним год где-то. На самом деле, вот первый раз мы додумали, что можем его реанимировать, и все материалы, которые я написал сюда, вам, я, собственно, их написал для вас. Ну, и пилот, и поэпизодник написан специально для этого питчинга. Спасибо. Да, спасибо.